Всем привет! Меня зовут Александр Борисович. Мы по-прежнему работаем в татарке. Прошел месяц с той поры как мы начали здесь работу и сегодня я хотел вам показать все, что мы успели за этот месяц сделать. А за месяц мы успели следующее. Повторюсь, что это было сначала здесь несколько помещений. Стены были развалены. Потом стяжки были выполнены в одну общую площадь. Сверху стяжек мы заливали наливной пол и после этого уже начинали устанавливать гипсокартоновую конструкцию. Всего у нас пошло гипсокартона здесь палета с небольшим. Как теперь у нас все выглядит. Это у нас будет вход в один туалет. Здесь вход во второй, в третий и четвертый туалет. Работа по гипсокартону у нас выполнена здесь практически на 98 процентов. Единственное, что у нас не зашита еще вот эта маленькая стеночка. Потому как двери пока нам еще не привезли, в понедельник обещают, тогда будет у нас установлена в дверь, зашита вот эта стена и уже это помещение у нас будет целиком и полностью отдельно. У нее будет отдельный вход, а пока мы вынуждены ходить через вот ту дверь. Поэтому эту стенку мы пока заделать не можем. С этой стороны у нас также все зашито гипсокартоном. С ним ничего не делали. Вентиляционщики свои еще барахлишко тут не увезли. В общем в понедельник начнем тут все выгребать и максимально освободим уже это помещение для дальнейших работ. Так далее, когда мы делали стены, мы также отправили здесь водопровод в каждое помещение. Здесь будет умывальничек. Вот там отверстие маленькое, которое видно. Это будет краник унитаза. В каждом помещении у нас мы повесили уже радиаторы. Вот сейчас при грунтовании уже краники все мы залепили скотчиком. Радиаторы сняли, чтобы их не заляпать. Ну и будем мешать их уже потом. Также в каждом помещении выполнена у нас канализация. Вот здесь просто в подвал уходит. Вот в этом месте у нас 50 друба. Она у нас заштраблена. Симметрично этому помещению у нас здесь все сделано. Здесь тоже выход под батарею. Единственное, где мы не переделали канализацию, вот 110 друбу, это вот здесь. Тройник мы оставили. Все остальное мы тут сняли. Потом уже когда будем устанавливать унитаз, добавим все, что необходимо. Вот здесь в углу, это от предыдущего, это раньше, что было здесь сделано. Впоследствии мы, я так думаю, плиточкой закроем эту трубу, чтобы она ничего не бросалась в глаза. В этом помещении также у нас 50 в штрабе. Здесь мы повесили также радиатор. Чтобы подключиться вот здесь 110 трубой, она в соседнее помещение, у нас труба как бы уходит. Здесь у нас сделана такая фальш-стена. Труба проходит у нас внутри стены, где и проходят все вот водопроводные трубы. Также мы тут сделали, повторюсь, видео уже было, но мы сделали здесь везде освещение. Освещение вот так теперь это все выглядит, никаких кишков с потолка у нас не свисает, все идет у нас внутри стен. Вот на вот этой арке, она у нас достаточно высокая сделана, будет датчик движения стоять. И он будет включать вот две лампочки, которые в так называемом тут предбанничке стоят. Здесь тоже все у нас кишки ушли в стенки. Вот такая ситуация. Все наверное заметили, что у нас теперь тут уже есть и вытяжка и приток свежего воздуха. Вот приток у нас пенофолом сделали, а вытяжки просто труба у нас идет. Ну с вытяжками не так все просто. Почему они тут так долго все делали? Потому что один дает задание, другой передает другому, третий все покупает, четвертый привозит, пятый делают. И в итоге, как у Райкина получается, за конечный результат никто не отвечает. Вот видно, что у нас там стоит распредкоробка. Прямо под ней провели, никого не интересует как потом туда попадать. Ну и вот тут такая ситуация. Вот прям чисто над трубой коробочка проходит. Значит плитка у нас здесь будет проходить. Вот видно как загрунтовано уже, это загрунтовано под плиточку. Будет проходить плитка от пола высотой 1,80 метра. Каждое помещение мы уже загрунтовали на этот уровень. Видно. Верхнюю часть стены я прошел шитрогом. Прошпаклевал в один слой все помещения. Все швы были армированы бумагой. Вот в этом предбаннике у нас будет плитка от пола до потолка. Поэтому я тут ничего не шпаклевал. А сразу после заделки швов, сразу все загрунтовал. Помещенница конечно тут у нас достаточно маленькая. Тут очень тяжело развернуться с каким-либо сейчас инструментом. Не говоря уже о видеосъемке. Вот здесь у нас выводы уже сделаны. под полотенцесушитель. И вчера нам наконец-таки привезли уже и плитку. Плитка у нас будет. Вот эта плиточка. У нее размер 300 на 600. Это польская плитка. Далее также там пачка бордюров. Но если вот эта плитка у нас польская. Бордюры тоже польские. То напольная будет это Украина. Украина город Славянск. Донецкая область. Эта плитка у нас глянцевая. Вот она блестит. Напольная жива. Она не матовая. Она очень такая шершавая. Шершавая плитка. Ну я бы такую плитку конечно не выбрал никогда. Потому что как ее убирать. С уборкой всегда очень большая ведь проблема. Ну и несколько слов хотелось бы еще сказать. О качестве самой плитки. Плитка эта как мне кажется достаточно дорогая. Но что мы тут имеем. Вот я сейчас поднесу покажу. Какого. Одного очень неудобно. Ну вот можно собственно увидеть. Как мне кажется. С этого края. С этого края еще лучше. Вся она горбатая. Ну вот значит я попытался сложить две плитки. Вместе на плоскости. Вот так мы видим что этот краешек у нас практически ровный. Так как тут лучше показать. А вот здесь видно что они не сходятся. Даже немножко больше чем на миллиметр. Потом не совсем понятно. Как вот этот рисунок будет сочетаться. Вот с этим рисунком. Где тут просто дерево как бы. Здесь дерево. Здесь камень. Ну сам проект я еще не видел. Мне его еще не показали. Ну собственно говоря. Я показал что все подготовительные работы у нас уже выполнены. В том числе сделаны полы. Стены. Проведено отопление. Водоснабжение. Электричество. Канализация. Все мы уже это сделали. Стенки у нас и полы подготовлены уже под укладку плитки. Поэтому следующий этап у нас будет укладка плитки. Кому понравилось ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.